всем привет продолжаем проходить сигнализ в инвентаре у меня есть как это астролябия этот механизм нужно запихать какую-то шкатулку и там что-то найдется пошли это у нас ключ орла по моему до открывался не совсем помню на каком этаже это по моему на восьмом да на восьмом этаже давай спускаемся не исключено то что придется это как сейф взламывать так это это калибри мне не сюда не выше вот так давай это солнечная система у нас только 3 диска вращается в общем ромб круг и две палки где-то здесь у нас же была эта комната с солнечной системой она вот да блин мне ниже надо сюда я думаю что все-таки подсказка будет солнечной системе от этой которая на столе находится так много ядовитыми имперский дворец океанический мир красная пустыня есть предположение то что относительно если представить себе как циферблат вот эти три планет ну попробуем 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 расположить символы как они крутятся в этой системе то есть у нас два вверху один внизу чем строго вроде как это по моему внизу давай вот так сюда а этот блин а этот вот сюда может наоборот а тут посередине их не поставить но они если могут быть то только в противоположных сторонах если вообще в целом загадку верно понял надо только угодно идти по положению да там может быть записка подскажет что-то не то дневник и как будто часы надо читать скажем так между строк передо мной лежал окладокар с астрономическими символами я просил угадать планету на карте который держал в руках теперь играл снова с механической шкатулкой вдруг вспомнил разговоре с другой репликой да 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 что-то как-то вообще ничего не говорит эта записка но она сказала то что про планеты если вам допустим вот сюда загоним 2 да в принципе комбинаций тут полно ну судя по той системе планет блин да вы достали вот реально да и не будут на тебя патроны даже тратить хватит уже то здесь так у нас есть три планеты даже больше звезда вот звездой она не зря помечена звезда и там есть наверху относительно звезды как они расположены то есть если звезда на 12 часов то эти планеты идут так есть кажется предположение но опять же на 12 лет да иди ты на хрень если звезда допустим на 12 часов то тогда две планеты находятся вот так а вот это стоит вот так тоже нет на что если ее загнать сюда эти поставить вот так тоже нет я могу это как-то из инвентаря смотреть чтобы не носиться нет 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 шкатулку надо вращать вот относительно вот этих систем но только как их расположить звезда у нас неподвижная она стоит на 12 часов эти располагаются у нас по диагонали вот так вот так ну и от 6 до 12 с 9 до 6 подожди две дальних а ближняя все положено сейчас подожди подожди кажется я две планеты вместе неверно кручу буян должен быть отдельно от вот этих вот так вот это как раз везда встает на 12 часов эти вот по диагонали располагаются дальние короче первая и вторая на той стороне а это на ну ладно сейчас я воспроизведу это уж какой небольшой размах а коридорчики тебя могут ножом почикать запросто так вот она звезда это вот сюда а это вот так блин почему не работает я наверно это только что делал нам проверим все положения то что они вот так вот противоположно должно располагаться это по-любому а а а Музыка не раздражающая. Причем подсказка-то как раз не в описании планет, а вот как они расположены, я так думаю. Может она зеркально как-то должна быть. Попробуем. Все, задолбала. Падла. Целый патрон ушел. Лэнг. Именно здесь располагается Серпинский. Модель сон не то. Резиденция нового правительства нации. Говорят, там в небе видны кольца газового гиганта. Очень красиво. Может вот такое расположение должно быть. Океанический мир разорил. Закрываю глаза, слышу звук океана. Хорошо. Модель сон не то. Океанический мир. Красная пустыня. Что там? Подожди, подожди. Красная пустыня. Дальше. Дай блин. Ходи еще попробуй. Имперский флот пока удерживает его, но он будет освобожден. Может быть надо ориентироваться на спутники? Пробуем. Ну это, блин, это что-то не очень такое. Чего они все встают-то? Ё-моё. У меня патроны так просто закончатся, пока я туда-сюда хожу. Игра меня наказывает. Я аж забыл, короче. Ё-моё. Расположение я забыл. Что-то там вот как-то так было, по-моему. Плохо. 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 Отстанье. Враги отвлекают. Не могу запомнить. Рисунок только что уже вот смотрел. Думал запомни внимательно. Нет. Итак. Это дело все крутится. Так, 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 так. Дальний должен круг стоять прям под звездой. Этот должен стоять часов на восемь, по-моему. Средний круг. Ну и загадочки, конечно. Дальний круг под звездой. Хорошо. Так. Дальний круг под звездой. Хорошо. Дальний круг под звездой. А что тогда? Блин. Тут очень много комбинаций тогда выходит. Если вот прям наугад тыкать. Не понимаю, что для загадки нужно. Вроде расставляешь все как надо. Не выходит. Не выходит. Я его еще раз посмотрю. Так. У нас есть три кольца. Звезда неподвижна. Стоит на 12 часов. Подожди. Одна большая планета по внешнему кругу вращается. И она стоит. Здесь две. Здесь одна. Получается с двумя палками. Так. С двумя палками это получается среднее кольцо. Кажется я понял. Если нет, я не знаю. Надо думать. Так. Вот у нас звезда. Она неподвижна. Потом идет большая самая планета с маленьким спутником. И она примерно находится вот здесь. Средняя. Подожди. Да ладно. Забрать предмет. Хорошо. Ключ администратора. И все же я начал новый дневник. Как летит время. Работа как всегда на Серпинских тупа и монотонна. Но в моей жизни ярко сияет свет. Сегодня меня пригласила на встречу с командующей Фальки. И она как всегда неотразима. Проходит еще один день. Во время сегодняшней встречи с командующей я, сидя рядом с ней, ощутил странное чувство об этой ситуации. Мне знакомо. К сожалению, встреча прервалась из-за неожиданного отключения питания. В последние дни меня не отпускают параноидальные мысли. Никогда раньше на меня с такой силой не накатывало чувство дежавю, как сейчас. Просматривая свой дневник, я обратил внимание не то, что мои прошлые записи по неведомой причине датированы сегодняшним днем. Какая-то нелепая ошибка. Каждый день видится мне таким, как будто я его когда-то уже прожил. И тем сильнее чувство, что что-то происходит неправильно. Почему я не помню часть записи из своего дневника? Почему они все помечены сегодняшней датой? Неужели потеря моей любимой командующей повлияла на мой рассудок? Я схожу с ума? Я боюсь того, что меня ждет, если кто-то об этом узнает. Я совсем один. Если кто-то найдет мои записки, меня тоже спишут. Что-то не так. Я это чувствую. Неужели это и в самом деле безумие? Когда я читаю свой дневник, я вспоминаю события, которых никогда не было. Первый день, которого не было, ощущается как тот, который я и впрямь пережил. Вряд ли это дефект моего ума. Такое чувство, как будто в этой комнате я всматриваюсь в другую версию реальности. Как? Я же не знаю. Может быть, я и заболел, как все прочие, не осознавая этого. Но я не умру. Медленное накопление ошибок. Информация постепенно деградирует. История при повторном пересказе каждый раз искажается. Подобно генетическому материалу, мутирует и эволюционирует. Так и разум реплики, которые копируются снова и снова со старейшего шаблона. Я не знаю, но я это узнаю. Ответы где-то внизу. Я это чувствую. Кто-то или что-то зовет меня туда, в шахту. Ладно, хотя бы с планетами разобрались. Я правда забыл, как на руднике. А, вот. Вот и рудник. Что у нас по инвентарю? Угу. Еще одна загадка. Пульт управления. Это пульт управления лифтом, ведущим к руднику. Если она жива, она должна быть там. Давай, поехали. Как будто у меня есть выбор. Это гештальт офицер? Я знаю, что ты здесь. Я делал это уже много раз. Тебе здесь не место. Опа. А куда он упал? Кажется, я приехал на место драки. Интересно, есть разница? Подожди. Ну типа по какому каналу идти? По правой или левой стороне? Я думаю, что все-таки помещение... Понятно. А, тут еще и тупик. Пошел таверна, но в тупике могло быть что-то полезное. Первый раз такую большую площадь дают. Что это? Трубы? Нет. Вообще ничего нет. Ну ладно. Ля-ля-ля. Оп. Ну тут они дрались по-моему. Катушки эти. Там такие же были. Вот. Что-то можно взять. Патроны Нитроэкспресс. А для чего они? Для ружья какого-то? Хирургическое мановолокно. Диаметр в среднем 2 нанометра. Требует бережного обращения. Огроза смерти. Мановолокно способно мгновенно разрезать плоти и хирургические инструменты. Всегда надевайте защиту и одежду. Не касайтесь мановолокна без соответствующего защитного снаряжения. Применяйте только в хорошо освещенных местах. А для чего оно нужно это? Мановолокно. Чтобы кого-то мановолочить. Давай еще почитаем. Тоже самое. Ой. Ну тоже босс. Ну это не босс как бы этот какой. Это короче реплики грузчики. Вот он сидит там что-то один скучает. Вот тут закрыто. Ну путь один. Надо с ним сначала поговорить. А еще сюда может. Ну ладно пойдем. Пойдем. Поболтаем с ним. Он сейчас будет тоже жаловаться на жизнь. Ах. Привет. Вы же не протектор верно? Что же привело вас сюда? Я Бео. Меня. Если вы спустились сюда значит вы что-то ищите. Я бы помогла. Но у меня отказал один из гидравлических приводов. И я не могу пошевелиться. Мне все равно конец. Так что можете просто бросить меня здесь. Ремонтировать старые модули вроде меня не имеет смысла. Поэтому прошу вас за меня не волноваться. Ладно? Это просто пустая трата ресурсов. Какая чайная тетя. Я бы предложила вам свой буровой лазер. Но вряд ли ваш корпус оборудован подходящим источниками энергии. Так что вам будет лучше с пистолетом. Вот жадина. В конторе наверняка осталось какое-нибудь полезное снаряжение. Это к югу отсюда. За меня не переживайте. Меня есть кому заменить. Мы же просто реплики. Правда? В конце концов что такое одна капля по сравнению с океаном? Когда я умру они просто сделают еще одного. Спасибо за то что поговорили со мной. Надеюсь вы найдете то что ищите. Это все? Это все? Это все? Ну двигаемся значит к югу отсюда. В другую сторону. Сейчас как насыпят мне снаряжение, да? Два патрона. А, высокозащищенная реплика для добычи полезных ископаемых работы с ядерной техникой. В общем... Как его? Реплики шахтера это. Четовый дневник Алины. Все хуже чем я думала. Все куда-то пропали. Я до сих пор не могу найти следов Эльстер. Ее как будто бы и вовсе не было. Что-то не так с протекторами. С теми которые остались. Недавно я выбралась из медицинского крыла и меня заметила одна охранница. Она погналась за мной и спустила чудовищный крик. Когда я оглянулась, я увидел ее лицо и теперь не могу забыть его никогда. Она выглядела так, словно с ней произошел какой-то несчастный случай. Ракетница. Ну, я не думаю, что мне эта ракетница очень полезна пока будет. И патроны. Бронебойные патроны. С стекловым покрытием для ружья. Убойная штука. А я думал, револьвер будет самое убойное оружие. Ладно, сохраняемся. Мне еще ниже надо идти. Тут проход закрыт. На левке поедем кататься. Ля-ля-ля. Обычно, кстати, нападает вот в таких вот секциях игр. Ну, и куда я приехал в шахту? Ну, я, походу, все ниже и ниже спускаюсь. Что ж... Вообще, наверное, лучше как-то... Что? Кто-кто? Сразу две. Три даже. Дави. Четыре их. Кого бы. Ну-ка, может, кучненько как-то бахнуть их. Не получится. Тихо-тихо-тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это косяк был. Зачешь ты? Патронов нет. Твою мать. Как это нет? Я, наверное, просто не зарядился. Ладно, отстрелялись. Сюда можно. Подкинули четыре врага. Экстроную ракетницу. Отлично. Ну и логично, в принципе, что они сейчас патронов мне вообще давать не будут. Делать, что хочешь. Шокер вон у тебя есть. В смысле? О, давайте мне босса сюда. То, что надо вообще. Бля, ты попадешь мне? Вот теперь точно патронов нет. Подожди. Что происходит? С ними же со всеми драться не обязательно, правильно? Достаточно прожить какой-то момент. Угу. Куда спуститься? Подожди-ка. Ну где-то же я должен? Понятно. Понятно. Постой. По-моему, я должен был сначала в другую дверь сходить. А потом с боссами драться. Потому что оно что-то такое себе. Давай револьвер возьмем. Давай револьвер возьмем. А вот еще патроны. Давай на всякий случай. Вот это? Нет, не оружие. Вот здесь. Вот ремонтный спрей пропустил. Ну я его выложу. Мне кажется, что я должен был сначала в ту дверь, в нижнюю сходить. А потом наверх подниматься. Ну ладно, будем знать. Короче, у меня три врага и босс там. Дверь закрывается. И надо просто подождать, никого не убивая. Может быть дверь откроется и меня туда запустят. Я тем самым сэкономлю кучу патронов. Кстати, тут четыре врага, но их можно не убивать. А где они все? Ну света нет. Что такое? Это хирургическое мановолокно меня сюда не пускает. Каким-то образом его надо будет открыть, порвать или добыть костюм. Да, но тут все по периметру. Костюм нужен. Да ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Пусть они тут себе находятся в этих комнатах. Сидят, стоят. Я хочу вообще ни одного патрона не потратить. Меня заметили. Хорошо. Одна какая брыдкая прям попалась. Ай. Ай-яй. Ладно, пока здоровье позволяет. Все, я сбежал. Так, нет, не сюда. И карты, да, нету? Классика. А, так это пещера какая-то. Да ладно, 6 патронов на пистолет. Давненько не видели. Еще спрей. Так, можно пройти вниз, можно пойти вот чуть выше и вправо. А, ну тут закрыто. Отлично. Что надо? Но я приличным патронов сэкономил только что. Вот где этого Адлера так грохнула тетка. Она его туда уронила. Слушай, так а может быть у этого Адлера как раз и есть этот костюм, который мне нужен? Ну-ка, давай за ним. Тут огромная дыра в земле. Я слышу, как внизу течет вода. Кажется, иного пути нет. Да давайте. Меня там это волноволокно не пускает. Так что, будем прыгать в дырку. С первого лица. Ну, воды у меня сейчас по пояс тут. По-любому Адлер должен быть где-то здесь. Возможно он агрессивен. О, бреги разбивали волны туч, и двойное солнце село, и тени удлинились. Что-то мне о чем-то должно сказать. Сейчас хочу попробовать в воду зайти. Когда станет черное солнце и странные луны кружат по небесам, но еще страннее. Возможно, кстати, из этого какое-то повествование должно сложиться. Да, все, вода это тупик. Жалко, от первого лица не могу быстрее идти. Ходил просто и сеял этими записками. Песнь не спетая, ведь слезы не пролитые, высохнутые умрут. Там что-то лежит? Или кто-то? Она зовет меня в море плоти. Мы станем одним, но мне никогда не вернуться к себе. Подожди, тут же какая-то штука была. Что происходит? Это я что-то нажал? Я еще другую половину в астроне не сходил. Какая досада. Что я здесь делаю вообще? Какой-то морг вообще. Эй! Что вы меня загнали? Последний ремонтный спрей. У меня больше нет места в инвентаре. Так что если я сейчас не возьму патроны, то квестовый предмет даже запихнуть некуда. И патрона на пистолет. Отлично. Опять какая-то великая загадка. С другой стороны. Ну вот ответ этой загадки. Подожди. Еще сюда можно было пройти. Подношения. И во тьме мертвые станут жертвой свет и священные благовония, чтобы они нашли выход из этого проклятого места. Какой-то оккультизм попер вообще. Перед алтарем предков стоит небольшая чаша с песком для подношений. У стен выстроились древние плиты и имена давно стерлись. Сюда надо что-то положить. Может спреем ограничиться. Положите им спрей. Пусть лечат душу своей. Да. Чтоб сомневался. Ладно. Так, я отсюда пришел. А, кстати, тут наверное их закрыто, да? Нет, открыто еще до сих пор. Что на столах лежит? Айлан. Крупы лежат какие-то. Так, тут кодовый замок. Здесь закрыто. А что там с другой стороны написано? Да. Надо. Быстрей. Оп. Еще будет кто-нибудь? Нельзя больше нести под воду. А это что? Большая деревянная. Это вот как раз большой деревянную куклу надо на алтарь. Блин, а у меня инвентарь они забили весь инвентарь. И что делать мне теперь? Здесь ничего ценного. То, что это было для нас опасным, отталкивающим. Послание является предупреждающим. Опасность еще существует. Время как и время. Избегать, оставлять. Когда местный будет убит, здесь откроется путь. Босса надо убить. Блин, а если я потом не попаду наверх? Да нет, наверно попаду все-таки. Да ладно, ты не орей. Я думаю, что все-таки где-то здесь должен быть инвентарь. Пожалуйста. Уходи. Уходи отсюда. Уходи. Это какая-то еще одна великая загадка. Уходи отсюда. Уходи. Ха-ха-ха. Я без понятия как это решать вообще. Так. Выкладываем это. Вот это выкладываем. Давай, наверное, пока пистолет. Походим. Потерпим. Просто берем с собой пистолет. да и пожалуй я сохранюсь у нас есть куча ходов всяких карта есть вот это вот очень печально конечно да среди вот этого вот всего у тебя карту забирают так-то не просто сюда же можно до жижа вообще дожди рано не все двери еще видно вот что плохо это берем это берем это берем погнали колтарю сейчас с самого начала надо все обходить так здесь я появился это мы берем тоже ну хорошо может быть я ошибся но куклу не сюда большая пустотила деревянная кукла которую можно открыть у нее шестиугольное основание внутри ничего нет осмотреть феугольнички и штамп феугольнички и штамп феугольнички и штамп феугольнички и штамп такие куклы говорят популярны среди детей на рот фронте так ну значитum этим какого с алтарем не прокатило что другое надо вставлять так подожди тут еще же проход есть нет не показалось здесь закрыто здесь замок какой символ треугольник можно везде комбинации надо будет вводить ну типа на трех разных дверях вводишь комбинации а у тебя подожди тут же было больше по моему красных ванночек этих может я что-то сделал да нет вроде такое же количество клетки эти закрыты ощущение что это вот ответ на загадку хотя нет не очень-то похоже ладно просто пойдем ниже вот здесь у нас прохода нет будет печально если я на босса сейчас наткнусь нужен какой-то ключ здесь ну есть проход а комната сохранения пойдем к этой субстанции посмотрим что туда можно прыгнуть еще у нас есть проходы с другой стороны вообще открывается закрыто ну ладно зачем ниже идти давай сюда сходим 5 патроны для какого-то оружия которого мне еще нет да еще мое подожди даже в самых темных глубинах песни космоса слышно в эфире звуки звезд ясно радио включаю так 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 когда я успел уже себе инвентарь весь забить хламом не понимаю здесь красные штуки появились а здесь нет странно возможно здесь какая-то есть последовательность либо это какой-то код блин я не сюда пришел подожди а где у нас вообще тогда инвентарь где сундук что прям ниже да ну а ниже и вот здесь хожу уже кругами просто просто так так куклу патроны вот это вот это выкладывали так лечилки спреи и спреи не знаю почему он у меня до сих пор находится ну ладно 12 шокеров 8 этих автоинъекторов шашки термитные не знаю не разобрать не четко цифра видны револьвер дробовик ракетница немного патронов на револьвер немного на дробовик нитро экспресс какой-то кстати а что если мы вот так сделаем подожди а за что же шестиугольная штучка ладно я хотя бы попытался мы находимся в нигде перезапишу ник дуэту ну прям типичный кстати сален хилл ой сален хилл да сален хилл устройство подключен старомодный микрофон это зеленая штучка бегает змеи играет на повышенных сложностях тут радио надо включить обручальное кольцо а ну тут это старое золотое кольцо на внутренней поверхности кольца выгравлена фраза пока смерть не разлучит нас да не то так так начнем с самого конца но так Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Подожди, в этом что-то есть Стои, с самого начала Комбинация была Вот Таких комбинаций будет 7 Зарисовываем Так Потом Наверх Посмотреть Престики-нулики опять рисовать приходится Жалко, это сразу нельзя сделать Так Так Ничего себе Так В эту игру Нельзя играть без блокнота По-моему Может эти символы еще То, что зеленая штука рисует Они еще тоже что-то значат Типа Какой Конкретно двери это применять Я что-то не указал ноты Ладно Возможно еще Когда Какой ноте Что относится Такой Комбинации Будет Возможно Я бы Последовательность Есть У меня есть две двери Кстати Которые У каждой двери Есть По 7 Комбинаций Подожди А почему я 6 Насчитал Раз Два Три Четыре Пять Шесть Все верно Все Наконец-то Можно Выключить Записк Итак Еще Еще Все 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 по-моему Да Больше никуда пройти нельзя Тогда поехали в комнату сохранений Подбирать код Что бы это могло значить Что бы это могло значить Что бы означает Интересно Этот символ Так Давай От нижнего пойдем От самого первого Сразу же Подожди Подожди Я не готов Я не готов Подойти Еще У нас еще одна дверь была Так Тогда мы тут Так вот Исключаем Один код уже Использован Скажем так Опять они по-разному Расположились Почему Какие-то ванны Заполняются Какие-то нет Так Здесь Попробуем Второй код Походу Нет Раз Два Три Четыре Пять Шесть Нет Раз Два Три Четыре Пять Шесть Тоже нет Да Что это за штука такая Блин Как много народу Тут очень много народу А что если я просто Вот Сигнальные ракеты Возьму Потом Это заберу Пусть они себе тут бегают Правильно Упс Еще дальше проход Ай-яй Фонаре Работает Все в порядке и они просто со всех уголков тут стянулись ко мне пальца змеи какое-то кажется в этой комнате мне больше ничего не нужно выходим отсюда дожди есть идейка куда кольца девать пока не ясно но мне их 2 4 патроны сигнальные снаряды для ракетницы через некоторое время после выстрела горят ярким красным пламенем ну это точно матрешку надо запихивать это к врагов там много я не понимаю большая пустотела деревья собранная деревянная кукла большая пустотела деревянной куклы которую можно открыть у нее шестиугольное основание внутри находится кукла поменьше из чего можно говорит открыть не знаю подъем в этот на алтарь и попробуем запихнуть с кольцами тоже не ясно что делать еще и врагов тут вагон просто напихали мне но есть одно место куда в принципе можно не ходить чуть больше туда никуда это куклу не запихать подождение блин а может туда кольца надо положить и по логике вещей нужно три кольца попробуем туда кольца отнести матрешку выложим и кольца положим но я думаю что все таки три кольца но между собой точно нельзя соединять чё потом дробовик надо брать и идти в ту комнату где у нас куча врагов еще один с этим как он с с частотами с радиочастотами это куда ведет это как раз вот ее ведет в этот замес безумие да вот сюда так использовать а это тоже нет тогда я без понятия куда эти кольца пихать в общем есть в инвентаре матрешка есть кольца то еще она до шестиугольный этот камушек но вряд ли его можно с матрешкой соединить можно попробовать конечно хотя он бы сразу соединился выкладываем это и берем вот это что сохранимся да перед великой дракой кстати можно еще сюда сходить точно мне кажется я сюда больше не приду в эту комнату я себя убила день же последний в замуж выдана была день следующий на ничего сделано не день а лизе манны чего самый коронованный первый императрица чего что это за бред вообще и патроны только выложил а ну это вот прям типичный силен хилл и визуально и по загадкам тоже во второй части силен хилл его кольца одевали мы сейчас какой-то предмет получим и в принципе сюда можно будет не возвращаться так что я не вижу смысла тратить патроны на врагов экономим давай колечко изображение женщина в капюшоне с вылепленными руками она из которых закрывает лицо давай сюда мы будем кольца пялить а забрать обручальное кольцо одевается на безымянный палец но вот кольцо змеи на какое из них и вообще сколько тогда колец будет ладно может быть это кстати об этом написано вот в этой записке безумной короче мы пока выкладываем кольца пойдем разберемся с этими ребятами со всеми так это сюда нет не сюда причем еще можно туда прыгнуть что если я думаю попробуем туда прыгнуть пульсирующая платизия это отверстие да рановато я думаю я все таки считаю что пять колец надо собрать ну как иначе а блин кругами хожу сейчас зачистим коридор и на сохранение будем закругляться так здесь нас в принципе убивать то некого ну как бы незачем здесь я собрал кольцо змеи больше ничего тут нету выходим теперь у нас тут ничего нужного давай сюда 197 дави поход есть 192 амм 192 проверяем есть я может не совсем верно их убивая но другого способа я пока не узнал что у нас тут есть дневник Алины 4 давно я сижу внизу как я здесь оказалась где находится это место и почему я здесь мои воспоминания очень туманны я как будто была здесь вечно даже мои волосы постепенно белеют я помню свое имя помню прежнюю жизнь но я также помню другое имя я воспоминал поминаю еще одну жизнь и у меня такое чувство будто бы линия между мной и ей размывается с каждым прожитым здесь днем изображение уничтожено ничего не разобрать табличка на рамки гласит метаморфоза мне нужно запомнить это слово или что благовоние может благовоние надо на алтарь положить гранаты гранаты ничего себе самое печальное что карты вообще нету вот как как без нее то это я даже просто не понимаю это квестовый предмет или нет подожди все выходим теперь давай в другую сторону опять какие-то символы надо вставлять шестиугольные шестиугольные убери шестиугольные гнезда но я заметил эти символы уже встречались с планетами и так далее а комната сохранения ну рядом так что есть благовоние гранаты ну попробуем попробуем благовоние я не знаю может благовоние в матрешку надо вставить на крайний случай сходим по-быстрому пробуем если нет тогда тогда нет надо бы еще с кольцами определиться плюс еще есть там парочку квестов да благовоние сюда плита плита любви и у меня еще одна есть плита которую я уже пол игры с собой таскаю даже больше это куда ведет а это вот да 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 ну там кроме картины в принципе мне делать больше нечего если я правильно помню давай две клетки запихаем короче есть кольца есть матрешка не сюда надо с кольцами быть уверенным куда какое нанизывать а где же плитки то у нас запихивались где-то рядом нет нет не здесь нет не здесь там наверху хотя уходишь наверх а появляешься вообще справа так оно вот это плита вечности где у нас плита любви вот все еще четыре да вот когда я на нее смотрю у меня начинает болеть голова я уже забыл почему-то что здесь за коридор точнее что здесь за комнат комнаты с картиной надеюсь он не попадает в меня пошли сохраняться я наверное неправильно пошел из для сохранения куда ближе не знаю я уже буду сначала вверх вниз справа лево посмотрим что выкладываем гранаты выкладываем дробовик три патрона всего несчастных тому не нужны все сохраняемся на этом будем заканчивать вам спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии всем удачи и пока 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 пока